Многодетным семьям, претендующим на льготы, нужно обратить внимание на то, что с нового года семья регистрируется в отделении социальной защиты сроком на один год. Поэтому и меры действуют только 12 месяцев. Если семья своевременно не подходит к нам для очередной регистрации в качестве многодетной, то она снимается с учета и меры социальной поддержки прекращаются. Теперь мы ничего выплачивать за предыдущее время не будем. Именно из-за этого изменения в законодательстве количество многодетных семей уменьшилось. В Котласе и районе зарегистрированы 783 многодетные семьи. Это меньше, чем в прошлом году на 4%. Сами же меры социальной поддержки поменялись мало. Меры социальной поддержки в новом законодательстве изменились незначительно для многодетных семей. Это 30% компенсация по коммунальным услугам. Здесь же добавилась еще 30% компенсация по содержанию общедомового имущества. Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива в семьях, в домах с печным отоплением увеличилась до 249 рублей. Остались и такие меры, как компенсация части платы за детский сад, бесплатное посещение государственного музея один раз в месяц и другие. Данным законом сохранена выплата регионального материнского семейного капитала в размере 50 тысяч рублей. Обязательным условием является проживание на территории области в течение трех лет. Ну и достижение ребенка, в связи с рождением которого выплата это назначается, двухмесячного возраста. А вот ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 12 тысяч 646 рублей назначается на одного из детей до трехлетнего возраста. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать среднедушевой доход населения по области, установленной для данной выплаты. В 2017 году он составляет 30 тысяч 693 рубля 55 копеек. Самые крупные у нас меры социальной поддержки многодетным семьям это субсидии на приобретение транспортного средства до 1 миллиона рублей семьям, воспитывающим 6 или более детей. А также субсидии на улучшение жилищных условий до 2 миллионов рублей семьям при рождении 7-го либо последующего ребенка. Здесь дополнительным условием в новом законодательстве предусмотрено, что семья должна быть обязательно награждена специальным дипломом признательности. Также по-другому выплачиваются льготы на питание и проезд и на одежду учащихся из многодетных семьи. Количество получателей этих льгот тоже сократилось на треть. Данные выплаты теперь предоставляются только семьям, доход которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленного в Архангельской области. Но во втором квартале эта сумма была у нас 16 669 рублей 50 копеек. Зато с нового года появилась новая льготная категория – семьи с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года. Они могут обратиться в отделение социальной защиты за 30-ти процентные компенсации по коммунальным услугам. При этом совершеннолетние дети должны учиться в образовательных учреждениях по очной форме, а семья должна быть признана малоимущей. Этой льготой воспользовались 9 таких семей. Всю подробную информацию можно также узнать на официальном сайте учреждения или по телефону 818-37-221-43.